Когда Алексей Пивоваров, бывший ведущий НТВ, перешел с телеканала на YouTube, у многих появилась надежда, что он будет делать настоящие правдивые новости. Но на данный момент становится понятно, что не такой он правдивый, как мы думаем. Первый раз он попал в скандал, в котором его заподозрили в продажности, когда случился разлив топлива в Норильске. Редакция программы выпустила сюжет в стиле, ничего особенного там не произошло и они довольно успешно все подчищают за собой. Такой бездарный репортаж вызвал много вопросов. А позже еще и вскрылась информация, что летали они туда на коммерческом авиарейсе, оплаченным директором Норильск Никель. Пивоваров признал, что да, действительно репортаж получился мягковат. А в последнем выпуске программы ведущий рассказал о выборах в США и о Хабаровске. Якобы Хабаровск заглох, никто не вышел. Это оказалось враньем, что и возмутило хабаровчан. Хабаровск выходил, пусть и не таким многочисленным числом, как раньше, но тоже не маленьким. Отсюда возникли сильные подозрения к этой редакции и самому Пивоварову. Есть вероятность, что это такой скрытый хитрый пропагандист, как Познер. Вроде бы он и что-то правдивое, но когда сильно надо, гнет линию правительства. Так и с Пивоваровым. Возможно, его отправили покорять просторы интернета. В своих программах он, очевидно, большую часть критикует власть, а по нужным вопросам смягчает и врет. Пропаганде стало понятно, что без критики власти доверия к ведущему не будет. Он будет похож на топорного Соловьева, которому надо накручивать просмотры, писать хвалебные комментарии и толку от этого всего мало. Именно поэтому, возможно, Пивоварову дан карт-бланш на критику власти. На данный момент это всего лишь подозрения, но эти подозрения говорят о том, что к каналу редакции надо относиться с настороженностью. Субтитры создавал DimaTorzok